итак дорогие дамы всем привет всем привет добро пожаловать в канаду добро пожаловать на мой канал сегодня мы с вами пойдем в h&m в котором мы были довольно давно потому что мне рассказывали что там какие-то очень большие скидки и все 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 очень хороших вещей много и решила я заглянуть что же там происходит происходит там как во всех наших магазинах во время распродажи какое-то такое безумие не очень можно что-то вообще найти много очень людей сказать честно ничего такого я не нашла большого на распродажах но примерки будут обязательно во второй половине этого видео я там ну нашла кое-какие вещи такие необычные так что обязательно обязательно досмотрите оставайтесь и принципе я уже рассматривала новую коллекцию которая в общем то уже продается в магазине вот это все еще такое летние цветастая веселая но видно что дело идет к осени потому что появились цвета рапа или какие-то плащи появились какие-то более такие теплые кофты и ну как бы это немножко наводит на на грусть определенную потому что в принципе знаете ну что сейчас только конец июля середина ну ближе концу уже да и принципе лето еще все впереди и в разгаре и хочется тепла и мы еще не насладились теплом особенно у нас канаде лето очень короткая она как бы приходит и уходит очень быстро хотя я должна сказать что по календарю лето у нас кончается официально 22 сентября а начинается 22 июня поэтому в принципе у нас лето только месяц еще но видите магазины работают по мне не по календарю официальному а по каким-то своим правилам насколько я уже замечаю что к августу начинает появляться уже как бы зимние вещи вот пожалуйста тоже свитера мелькают какие-то ну я вот рассказываю а вы же смотрите на экраны поэтому как бы я думаю что не нужно уже так особенно описывать что что увидеть потому что вы сами видите вы видите цену вы видите то что вам показываю показать особенно нечего вот это вот знаете такая пересменка когда кончается один сезон начинается другой и многие вещи выходят на распродажу а на распродаже все раскупается а новых коллекций еще не пришло я если честно очень надеюсь что у нас не будет никаких дефицитов у меня до сих пор такое ощущение что что-то все не так с логистикой все как-то нарушено и до сих пор в магазинах и даже на веб-сайтах как-то не особенно есть на что посмотреть вот про этот кстати тренч я говорила он такой больше еще летний конечно не совсем осенний но очень симпатичный такой неплохой знаете такой необычная ткань такая жатая какая-то в общем больше такая конечно весенние осенние чем зимние вот эти вот кофты это уже конечно такие кардиганы длинные с поясом это уже конечно осень осень 50 долларов он стоит дороговато вот короче говоря надеюсь что будут коллекции как раньше хотя последнее время что-то вот как-то ничего не предвещает того что все вернется в предыдущее русло как-то уже несколько лет у нас как-то в магазинах очень все не очень то есть в разгар эпидемии вообще были пустые полки сейчас как-то они заполнились но тоже как-то так ну не особенно я не знаю или это просто какие-то процессы с производством происходит это или это до нас не доезжает не знаю но давайте не будем о грустном а давайте посмотрим что что мы тут видим красивые зеленые яркие сумочки панамы кепки ну собственно это еще летняя коллекция и вот очень интересно джинсовая куртка которая мне понравилась такая разноцветная с необработанным краем все девочки идемте в примерочную и давайте я вам покажу то что я нашла надеюсь что вам понравится и будет интересно ну что ж дорогие девушки мы в примерочной примерочная маленькая узкая темная очень удобно грязно очень перечислила вам все неудобства больше того здесь нет и никакого абсолютно какого-то пулька табуретки куда поставить положить свои вещи но в общем походивший по чуть-чуть более дорогим магазином типа вот банан репаблик которым я была прошлый раз когда попадаешь магазин типа речи не обзор и так далее при том что я очень люблю их вещи но примерочные конечно знаете если для себя пришел примерил как-то так то это ладно если нас чтобы снимать это конечно беда видовая ну ладно будем работать с тем что есть у меня вот такой вот сегодня бурный бурная фантазия моя сплеснулась особенно вот это я знаете просто не могла пройти мимо вот такой вот вещи на ней нет ни цены ничего это что-то одно завалилось в магазине я думаю что это что-то дорогое из типа их там люксовые как будто бы коллекции премиальные ну ладно все давайте начнем примерять и кое-что есть неплохое есть вещи с распродажей не распродажная даже почти ничего хорошего не осталось ну давайте примерять первый комплект это вот такая вот юбка очень красиво цвета очень такой интересный как будто бы подшел к ткани и как вы знаете даже не знаю пиджак жакет пижамная такая как будто бы рубашка я подпоясалась поезд принесла с магазин и взял захватил себе в примерочную потому что так в принципе она болтается как совершенно какая-то такая свободная рубаха может это и ничего но не с юбкой это было бы хорошо например с брюками с этой юбкой как-то не очень в общем она такая классная двубортная пуговица застежка чему она я не знаю называть то что я называю рубаха в принципе это как будто бы такой как пижамный жакет такой жакет пижама и вот такая вот юбка с запахом причем она очень так глубоко зашито запах если даже у вас там ветром ее раздует то тоже это в принципе не страшно потому что вот он прям вот до сих пор вот зашит красивый очень цвет фрукси и бесподобный и с бежевым очень красиво сочетается такая яркая юбка с таким пижамным как будто бы жаке по тем самому рост так будет лучше видно потому что вместе как бы комплектом непонятно когда вот так вот вертикально снимают то выглядит неплохо вполне конечно же это полиэстер это был размер смол вы представляете он очень большой он просто огромный надо было мне вам померить его без без пользы но я вам еще покажу без пользы на примере значит 35 долларов он стоит он мне на селе вот такой вот двубортный как будто бы жакет пиджачок или просто такая рубашка очень симпатичный цвет знаете такой бежево-молочный ниже бежево-глозовый чуть-чуть розоватый такой атлас очень красиво для любителей ярких комплектов я нашла вот такой вот топик он немножко большим том что это краски экстралат что идти вот тут подмышками он на распродаже но это неважно мне очень понравился его цвет и вот сочетание с этой юбкой он прямо какой-то из цветов этой юбки очень хорошо сочетается с этим топиком вот такой вязаный трикотажной резиночкой но прикольный такой смешной очень даже хорошенький я бы сказала и вот он короткий принципе вот такой вот длины его можно в принципе использовать как жилет надеть на что-то и будет интересное интересное как бы сочетание вот если его именно использовать как жилет как верхняя одежда а не как топик но можно и как топик тоже вязаный такой трикотажный для тех кто любит очень яркие сочетания прям очень яркие то даже поярче чем это это будет два контрастных совершенно контрастных цвета это такой травянистый зеленый топ и вместе с этой вот юбкой которая фокси цвета и я даже не знаю фокси да скорее всего единственное что я промахнулась размером вечером последнее время все какой-то очень большой поэтому я взяла этот топ размера видим он оказался какой-то маловастенький такой прямо очень какой-то облегающий меня сильные я как бы так немножко сейчас живет в тяну поняли идею что в общем вот таких вот два цвета если сочетать будет прям очень прикольно мне кажется это классно вообще вот этот топ очень классный единственное что он не маловато если бы это было чем бы мне был намного лучше и он такой знаете атласный блестящий ну синтетика конечно полиэстер но прикольный мне кажется он очень симпатичный вы знаете что это вискоза это не полиэстер так что вот видим 30 долларов он стоит красивый очень цвет единственное что он такой небольшой маме то есть мидиум не маленький мне уже давно вечернем видим большой а тут такая вот незадача случилась но к тебе очень сложно я сразу скажу честно его очень трудно с чем-то с чем-то сочетать пытаюсь поймать цвет хороший ну вот такой вот такой вот цвет самый 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 лучший отражает показывать его цвет ну это шедевр конечно же понимаете что я не могла пройти мимо я чуть не знаю это платье или это туника или это что-то другое ну вот как вы думаете я думаю что платье потому что даже там где бахрома вот начинается она уж тоже не такой короткая вот какая красота девочки на нем даже цены нет я думаю что это какая-то их премиум коллекция она хорошо сделана вот я вам сейчас покажу его сниму и покажу на вешалке там подкладка есть такая хорошая это видимо кто-то кто-то заказал и сдал не знаю сколько стоит может спрошу потом на выходе напишу если не забуду но это конечно шедевральный шедевр я даже за какой-то размер сейчас минутка посмотрите какая красота это такой знаете на вечеринку с пальмами с бассейном но она довольно толстая но жаркая днем жарко летом честно говоря ну как бы это как будто вечернее такое что-то на вечер чтобы понимали вот это все тоже сделано из пайеток бахрома и она конечно на на какой-то на вечер на на какой-то ресторан или что такое но она очень довольно толстая такой вы понимаете что все эти пайетки ну как бы очень ну как бы не на летнюю такую вечернюю погоду я думаю что не будет жарко ну давайте посмотрим на него поближе ну что вам сказать это размер экстрасмол представляете невероятно я поэтому вот как вот эту плоско взяла видео знаю что у них размеры последнее время совсем не соответствует как бы потому что я представляю но вы смотрите как метод уже за дверь как всегда зоопарк начал орать смотрите как она интересно красиво отделана очень очень хорошая аккуратная отделка то же самое на рукаве очень хорошо все обратно сшито вообще никаких претензий кроме там что это сплошной полиэстер а вниз вот эти вот вот это бахрома тоже сделано из таких из пайеток представляете прикольная конечно платье шикардос просто шикардос юбка сделаны из 100 процентов и это размер смол тоже как вы понимаете странно да вот и смотришь как интересно здесь написано смол видите размер американский смол на этикетке написано large стоило 40 долларов сейчас 20 это интересно это или они что-то перепутали или это кто-то кто-то тут что-то химичит с этой юбкой но она выглядит совершенно новая не знаю красивый цвет красивая очень красивая ткань такая знаете блестящая очень красивый цвет я еще пришла такую юбку я померила с этим пижамным таким пиджаком потому что я хотела вам показать как он выглядит без без пояса вот он такой вот свободный совершенно такой знаете знаете такой расслабленный очень такой абсолютно без напряжи и вот такая вот юбка получил чтобы немножко монохром и она она действительно большая и здесь она ведь она резина такой веревочки кулиске я и стянула чтобы получилось чтобы она не упала ну в общем она немножко не не монохром потому что это такой бежевый пыльной розы а это такой бежево-молочный я бы сказал слоновой кости ну в общем где-то похоже если я возьму свою вот так вот сумку в тон в тон юбки получается симпатично у меня красные босоножки но тоже можно как контрастное пятно почему-то нет вот так это выглядит вместе ну не то что он еще подумала что так можно сочетать по моему неплохо это знаете вообще-то платье такое джинсово белое такое тут с дырками со всякими вот здесь какие-то протертости у него вот тут она кстати неплохое я потом примере как платье обязательно но вот сейчас я решила его надеть такую верхнюю накидку вот с этой юбкой с этой яркой кофточкой подсветным туфлям а по моему получилось неплохо как симпатично как него вам полный рост вам было лучше видно а то когда половина зеркала такого дна то это не очень понятно что здесь происходит как этой юбкой кидал арч размер пить и плачь стоит на 40 долларов что дорого ученые себя такого не представляет полиэстер я хочу посмотреть показать вот это ларч розовый этот который тоже написано что это ларч я так приложила друг дружки вот видите эти разницу то есть вот это белое действительно ларч а вот это розовая на самой юбке написано смол а на этикетке написано ларч очень странно только что заорала пожарная сигнализация я подумала чем нас убьют отсюда все ужас короче ужас короче я оставила вот этот топ вниз чтобы сделать немножко интереснее это платье мне не очень нравится особенно конечно с этими туфлями нужны какие-то колосы или какое-то знаете какие-то шлепанцы или что такое потому что с такими туфлями на каблуке это не очень хорошо выглядит такой платье тем более равными равными низом хотя мне идея нравится но как-то на мне она не очень хорошо смотрится мост еще с поясом например спойте немножко лучше но он другой обуви надо конечно и не знаю как неплохая идея но не знаю что это как бы не для меня наверно вот так скажем вы представляете она тоже экстра смол и стоило 40 долларов сейчас стоит 18 но 100 процентных лобов конечно вот должно быть побольше экстра смол конечно в этом наверно проблема если она была по шире и свободнее и длиннее наверно смотрел на немножко лучше а так как-то не не что и не что что-то непонятно что смотрите какое красивое платье под зебра длинная разрезы по бокам прям очень красивое платье размер видим она сейчас на цели если честно вот именно это платье целого этикетка я видела точно такие же висят без без целого распадаж так что я не знаю что такое и каждый с этикетками какая-то проблема но платье красивая немножко длинная но в принципе так на весь рост прям по мне так хорошо села очень даже еще решила примерить его с поясом тоже ничего но по-моему она и без пояса неплохо мне кажется посмотрите я надела сверху вот этот вот пижамный пиджак жакет я тоже не знаю как его назвать верхняя одежда тоже получилось неплохо потому что мы очень сочетаются с бежевыми такими бежевым рисунком на этом платье она не черно-белая на черный такой бежевым молочным и вот с таким вот жакетом с этим очень-очень симпатично видите как он сделан у него здесь вот кнопки которые так застегиваются и здесь вот фуговик а вот здесь кнопки красиво как надеть его сверху чтобы прикрыть руки или как жакет по моему очень так это размер медиум стал она 40 долларов честно стоит 18 я хочу вам это полиэстро конечно но я хочу вам показать как аккуратно и хорошо она сделана все швы просто идеально посмотрите ну вот на мой взгляд не к чему придраться и внутри тоже самое но очень хорошо так вот знаете очень хорошо обработана горловина и прольма хорошо сделано платье аккуратненько хороший цвет хорошая расцветка и по размеру неплохо ну все дорогие девочки такие у нас сегодня были примерки напишите понравилось вам что понравилось если что-то понравилось или вообще ничего не понравилось что вы думаете по поводу всей трещины мужской одежды и я жду вас в следующем видео очень благодарна что досмотрели его до конца с вами была ваша дипа из канады люблю целую видимся совсем скоро пока пока бай